Суп-шурпе, приготовленный на всех жителей округи, хороводы в чувашских костюмах, большая галерея с фотографиями из архива поселения. Жители села Чутеево Янтиковского района отпраздновали 450-летие села. Наша съемочная группа тоже побывала на этом массовом гулянии. Село Чутеево, или по-чувашски чудей, считается одним из самых древних поселений Янтиковского района. Своё название оно получило ещё при Казанском ханстве в честь своего основателя, некрещенного Чуваша Чутея. Сейчас в селе есть всё необходимое для комфортной жизни. Работает 9-летняя школа и фельдшерские акушерские пункты. Развиваются коллективные хозяйства. В селе Чутеево у нас 278 хозяйств, население 696, около 700 человек проживает на данный момент. В селе процветает, село процветает у нас, работают совхозы, народ трудолюбивый, работящий. Обрабатываются все земельные участки на данный момент, нет пустующих земельных участков. На праздники собрались не только жители самого села, но и те, кто давно покинул свою малую родину, а также гости из соседних деревень. По традиции их встречали хлебом с солью. Поздравясь с юбилеем односельчан, приехали известные люди-чувашии, которые также выросли в этих краях. Возникают чувства очень высокие, благодаря тому, что я именно выходец из этого села Чутеево. Здесь корни, здесь покоится мать, мама Елена Порфировна и, конечно, мой отец Николай Михайлович. И надо сказать, в свое время он очень постарался с тем, чтобы именно воссоздать историю возрождения и развития села. И в свое время написал книгу «Двух сел. История села Чутеево и Новоишино». Я из своей любимой деревни уехала после девятого класса, жила в городе Чебоксары. А сейчас я уже последние семь лет совсем уехала далеко. Поэтому, когда я приезжаю в свою деревню, мне, знаете, так спокойно на душе становится. Какое-то вот успокоение я здесь нахожу, какая-то легкость появляется. Ну, то, что вот надо уезжать, опять какие-то вот слезы всегда наворачиваются, грустно прощаться. Гуляние проходило на сельском стадионе. На столах расположились народные подделки, созданные местными мастерицами. А рядом разместили фотогалерею, по которой можно проследить всю историю села. Самых активных жителей районная администрация наградила грамотами и фирменными тарелками. Из них потом можно было отведать традиционный шурбе, который женщины приготовили в огромном котле. На празднике также выступили фольклорные ансамбли и звезды чувашской эстрады. Татьяна Шинжаева, Алексей Янейкин, Сергей Мышев, Вести Чувашия.